Объединять вот эти Арктику и здоровое питание можно запросто. Я уверена, что людям, которые отправятся в такое далекое путешествие, иммунитет крепкий потребуется. И вот как раз сейчас, в том числе о том, как помочь своему здоровью, мы поговорим с нашей гостьей. Она уже на скайп-связи со студией «Утро в Петербурге». Это Инна Каноненко, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Инна, доброе-доброе утро. Здравствуйте. Инна, сразу рассказываю. Я принесла сегодня в студию свою собственную зеленую гречку, которую сама проращиваю. Могу сказать, что я ею насыщаюсь, и мне нравится ее вкус. Но вот от вас, от специалиста, хотелось бы получить комментарий, действительно ли зеленая гречка, пророщенная, так полезна? Да, безусловно, зеленая гречка является более полезной, чем коричневая, потому что коричневая греча – это та же зеленая, только ее предварительно обжарили. За счет этого она имеет такой более ореховый вкус, привычный нам. Но, тем не менее, именно обжарка гречи способствует тому, что в ней снижается количество витаминов, микроэлементов примерно на 30%. Поэтому, безусловно, зеленая греча более насыщена витаминами и микроэлементами. А также в ней содержатся антиоксиданты, которые помогают нам бороться с раковыми клетками. К сожалению, при такой термической обработке эти антиоксиданты будут уничтожаться в гречи. Вот чем пророщенная гречка отличается, я не знаю, от термически обработанной зеленой гречки? Проращивать гречу гораздо лучше, чем употреблять ее просто в сыром виде. Кстати, зеленую можно есть в сыром виде, в отличие от коричневой, которую можно говорить. Или, например, не проращивать, а еще вымачивать тоже полезно. То есть, ну, примерно происходит одно и то же в этих двух процессах. Поэтому это принципиально важно делать. Почему? Потому что в гречи находятся витаминные микроэлементы в связи с таким веществом, которое называется фитиновая кислота. Она их поддерживает, и за счет этого они становятся недоступны для усвоения нашему агроорганизму. Когда мы ее проращиваем или вымачиваем, то начинает работать фермент фитаза, разрушающий эту фитиновую кислоту, и витаминные микроэлементы становятся более доступными. И за счет этого они уже усваивают. Инна, ну вот скажите честно, как правильно ее проращивать? Я вот первый раз в жизни вижу такую пророщенную гречку, я даже сейчас ее хочу попробовать. Я же могу это сделать? То есть там одну ночь надо, чтобы она замочена была, или две? Можно проращивать один или два дня. Ну, два дня, безусловно, лучше, чтобы уже больше продуктов сформировался, но не все могут выдерживать такое количество времени. Инна, а вот с чем ее лучше есть? Топ-3 варианта, как есть пророщенную зеленую гречку? Без майонеза, конечно. Ну, безусловно, да, майонез мы не будем включать в наш сацион. Пророщенную гречу можно есть, например, с яйцами. Это хорошее сочетание, когда у нас будет и белок, и жир, и в том же случае еще будут углеводы. Можно ее употреблять, в принципе, даже с мясом. Здесь есть такой нюанс, что ряд людей все-таки имеют непереносимость гречи. Вот, я вас хотела как раз спросить о противопоказаниях. Наверняка же они есть. А я уже поел. Да, у гречи, к сожалению, у зеленой чуть больше противопоказаний, нежели чем у коричневой. Коричневую мы привыкли, что вроде как будто бы всем можно есть. Зеленую все-таки не рекомендуется есть детям до трех лет, потому что она более сложно переваривается, и у детей еще недостаточно сформировались пищеварительные системы, пищеварительные ферменты, поэтому у них может быть боли в животе от употребления такой гречи. И людям с повышенной свертываемостью крови тоже не рекомендуется употреблять такую гречу. Инна, спасибо огромное. Такая вот настоящая, прям полноценная консультация. И Василий заодно утром поел. Спасибо большое. Мы благодарим Инну Каноненко, врача-диетолога, нутрициолога, кандидата медицинских наук. Спасибо.